Готовность лыжной базы превышает 95%. Завезено и установлено оборудование для спортивной площадки и зоны занятий воркаутом. Полностью выполнено устройство стартового городка. Установлены трибуны для зрителей, заасфальтирована трасса. Сейчас рабочие завершают обустройство пешеходной зоны. Основная задача, которая стоит перед подрядчиком – привести объект в порядок. Вывести мусор, землю, устранить мелкие недочеты. Заниматься благоустройством территории будут с наступлением теплого времени года. А вот в этом месте за моей спиной находится будущая детская площадка. Как мы видим, мафы уже привезли, часть из них распаковали и начали установку. Напомним, лыжную базу должны были сдать 27 ноября, но доделать к этому сроку не успели. На декабрьском заседании городской думы, где депутаты по поручению губернатора должны были дать оценку выполнения национальных проектов в Сарове, глава администрации озвучил новый срок окончания реконструкции. Здесь есть еще начинка. У нас с вами 24 число – это срок, когда обязаны, когда обязаны сделать. И здесь, опять же, я не хочу перед вами сверить душой, но те планы, которые у нас есть по исполнению работы, они сверкнуты таким образом, что мы работаем за решимым сроком. Реконструкция лыжной базы входит в национальный проект «Жилье и городская среда». Депутаты оценили его исполнение в Сарове как удовлетворительное. Согласно пресс-релизу на сайте администрации, теперь лыжную базу собираются сдать уже к Новому году, чтобы у горожан в дни праздников была возможность оценить все работы, которые сделаны на этом объекте. Реконструкция парка имени Зернова также еще продолжается. Работа кипит практически в каждом уголке. Специалисты достроили лестницу до набережной реки Сатис и занимаются формированием ступеней. Параллельно закончен монтаж освещения. Рабочие устанавливают беседки и другие малые архитектурные формы. Напомним, парк реконструирует на средства, которые Саров выиграл в федеральном конкурсе Минстроя среди малогородов и исторических поселений.